Продолжение следует... 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 Причем не просто так, в меру возможностей, а еще и исходя из учета нашей свободы. Ведь он бы мог бы, как всемогущий, посягнуть на нашу свободу, заставить нас принять какое-то знание. Ну, каким образом? Ну, просто за счет насилия. Он мог бы как-то втиснуть в нашу природу это знание. Он этого не позволяет себе, потому что уважает нашу свободу. И получается, что те же самые основания, а именно недоступность божественного, в атеизме и в атеизме трактуется в одном ключе. Еще раз пойми, о чем я говорю. Я говорю о том, что один и тот же факт, а именно ограниченность нашей возможности что-то познавать, а именно нашими субъективными возможностями, можно интерпретировать двояко. Можно говорить о том, что Бог не может выйти во всей полноте своего откровения. Он должен втиснуться в те формы, которые мы имеем. Какие мы можем принять это откровение? И это во-первых. А во-вторых, Он обязательно учитывает нашу свободу. Это интерпретация, исходя из того, что Бог есть. А можно интерпретировать этого, что никакого Бога нет, а что мы только, когда говорим о Боге, мы остаемся точно так же замкнуты в субъективных наших воззрениях. И все, что мы можем сказать, это просто то, что мы можем из наших возможностей человеческих как бы измыслить. Разное движение. Можно двигаться сверху, предполагать, что Бог есть, и тогда объяснять ограниченность, откровенность. Можно двигаться вообще. Совершенствоваться можно? Почему нет? Ну а что мешает совершенствоваться? Ну если Бога нет или Бог есть, а как это зависит от того, можете совершенствоваться или нет? В конце концов, есть люди неверующие, они как-то совершенствуются, наукой занимаются. Разве это мешает им совершенствоваться? Но мы же говорим об откровении, наука же не откровение. Еще раз тебе объясняю. Саму позицию изначально. Можно, конечно, совершенствоваться, кирпичи укладывать. Нет, ты изначально не можешь ухватить, ты пытаешься перевести это в какую-то политическую плоскость. А я тебе пытаюсь это высказать как бы изначальную проблему, которая имеет метафизическое основание. Проблема метафизическая состоит в том, что нам всегда доступно только то, что мы можем субъективно постичь. То есть, иначе говоря, сфера нашего познания ограничена субъективно, нами ограничена, нашими возможностями, способностями. Из этого означает, что все, что приходит извне, там Бог ли приходит, или познание мира, ведь не важно, что приходит. Любое познание, которое в нас приходит, всегда втискивается в эти формы, ограниченные, субъективные. Ну я понял. Я на что тебе хочу сказать. Нет, подожди. Эту ограниченность, ты просто дослушай до конца, эту ограниченность нашу, можно интерпретировать двояко. Можно интерпретировать, что нет никакого Бога на той стороне, понимаешь? А что все есть только наша субъективность, которую мы просто проецируем во вне и утверждаем, что этой субъективности, которую мы проецируем, соответствует нечто, что мы называем Богом Абсолютом. А можно говорить, что есть этот Абсолют, и что просто его откровение, этого Абсолюта ограничено нашими субъективности? Говорить-то можно, но если у тебя нет этого Бога, если у тебя не будет этого сверху, у тебя не будет сверхусилий, так как нет веры и так далее, твои возможности, соответственно, никогда не изменятся. У тебя так и останется человеческая природа в статике. Она так и останется в статике, и ты никуда двигаться не сможешь. Мы не знаем, какова человеческая природа, для того, чтобы говорить, останется она в статике без Бога или не останется. Может, Бога на самом деле нет. И тогда все проблемы, тем не менее, все равно сохраняются. Вот есть ли Бог или нет, никак это не мешает самой проблеме. Бог есть, мы развиваемся. Бога нет, мы развиваемся. Бог ничего не помогает и ничто не мешает. Ну, а как ты хотел? Ты хочешь на самом деле, ты думаешь, что в богословии такая простая вещь? Я как раз считаю, что именно религия, идея Бога, как раз она и движет как бы человека. Почему? Потому что она еще не может двигаться. Ну почему, непонятно. Не зачем ему двигаться, не зачем ему менять свою природу вообще. Не зачем. Ну, я еще раз говорю. Про свою природу забудь. Потому что что такое человеческая природа? Зачем следовать за откровением? Потому что, когда мы убираем Бога, как бы, и у нас нет вот этого абсолютно совершенного существа, то мы пойдем как бы в другую сторону. Мы пойдем не в сторону уже, как бы, совершенствования своей человеческой природы, а мы пойдем какими-то другими путями. Нам не зачем свою природу, мне. Еще раз говорю, но если ты посмотришь на историю, то точно так же никто-то твоим совершенным путем не идет. Почти никто, кроме там святых отделений. Чего ты говоришь? Ты постоянно указываешь на то, чего нет. Если бы у нас тут на громозделе бы эти совершенные много чего. Нет, ну ты же сейчас примитивизируешь. Я не примитивизирую. Послушай, история, она разная, во-первых, да. И в истории были периоды, там, те же крестовые походы и так далее. Там, средние века, когда там большинство, по крайней мере, там, Европа, там, да, они были верующими, там, и они там куда-то двигались, там, и там была колоссальная энергия, и все такое. А другое дело, там, какие-то периоды, там, деградации. Человечество не движется равномерно, там, нет такого равномерного поступательного движения к совершенству. Есть, оно может быть, есть, как бы, там, если там брать какие-то большие временные периоды, там, десятки тысяч лет, да. Но вот так вот непосредственно, что, как бы, с каждым поколением все совершение и совершение, такого нет. Есть периоды деградации, периоды революции, регрессий. Ты что хочешь сказать-то, я не понимаю. Ты уводишь разговор. Ты сказал, что... Бог есть или нет, это никак на человека не влияет. Человек как будет, так и остается. Но а как это определить? Как это определить? Где лакомцевую бумажку, чтобы это можно было определить? Что история? А может Бога нет? Ну, вдруг Бога нет? Доказать же это невозможно, есть его или нет. Допустим, его нет. Что, всю историю, значит, не было, что ли? Что ты можешь сказать? Как история может измениться от того, есть Бог или нет? была история ее можно объяснить на основании того, что Бог был а можно объяснить на основании того, что его нет как это одно другому мешает, я не понимаю идея Бога все движет тогда, вот и все идея Бога может чего-то там и движет только ты пойми, что если она так и остается идеей а это останется идеей навсегда не, в этом же и состоит проблема она просто идея или это реальность? а от этого что-то меняется? вот я и хочу сказать я и хотел сказать, что атеизм взаимодополнительный слушай, если Бог даже существует только как идея это все равно не отменяет Бога ну есть идея какого-нибудь Козерога а есть идея какой-нибудь Абракадабра и что? есть идея Абракадабра, что это нам дает? или какого-нибудь Козерога? ну есть идея Козерога, можно его нарисовать ну может когда-нибудь и будет Козерога да дело не в этом просто, и подумай, что Козерог это не идея, наверное Козерог это воображаемое существо Человек-то сам по себе творец, захотел летать, начал летать, захочешь к Козерогу, будут к Козероге со временем. Валер, ты думаешь, что богословие простая вещь, у многих есть наивное представление о богословии, что вот там Евангелие немножко почитал, как бы там, какие-то слова пару сказал, и все понятно. Я уверен, утверждаю, что это такая же фундаментальная вещь, как и философия, такая же сложная. И вот просто так, и думаешь, решать проблему, вот так вот рукой махнув, это не получится. То есть так же есть в философии проблема субъективности, то есть так же и в богословии же она же есть. Как ее преодолеть? Так все проблемы. Проблема состоит в том, что если мы отсекаем полноту откровения субъективными формами его восприятия, это означает, что до нас оно доходит только в наших субъективных формах, как у Канта, скажем. У Канта есть, что всякое познание ограничено нашими возможностями, а именно определенным родом формами, которые мы это познание можем принять. То есть мы как бы мир можем принять не так, как он на самом деле есть, а определенных только в наших познавательных способностях, в наших познавательных ограничениях человечества. Когда мы говорим о Боге, это тем более верно. Ладно, по отношению к миру там можно как-то обсуждать, существует ли как-то мир сам по себе. Можно сказать, что он не существует так сам по себе, да, и считать, что мир на самом деле есть. Всегда надо воспринимать во взаимодействии субъекта-объекта, да. Но это ладно, с миром-то проще. А Бог-то ведь это же не просто как бы нечто, которое находится к нам в отношении. Он же самостоятельный, он-то как раз определенном роде самостоятельный, он же личность. Мы не можем здесь уже сказать, что Бог существует только во взаимодействии с нами. Мы такого сказать не можем. Либо мы должны найти способ, каким мы сможем утвердить на самом деле, что он существует, как таковая личность. Либо мы всегда будем находиться вот в этой какой-то амбивалентности. Но мы не найдем никогда. Нет, может... Атеизм будет говорить на самом деле, что вот Бог есть, и как бы от этой предпосылки интерпретировать вот эту вот ограниченность откровения. А атеизм будет утверждать, что поскольку всякое откровение, всякое наше представление о небесном является субъективным, является человеческим, то мы можем всегда сказать, что это нет никакого Бога, а все это только наши человеческие построения, измышления. И вот это вот на самом деле взаимодополнительность, она есть некая проблема. Потому что ведь всегда можно сказать, что зачем придумать сущности, да, какие-то там типа Бога. Может быть проще как бы отсечь, как бы эту сущность не нужно. Да, вот как это делали, допустим, физики в свое время, там, я не помню, кто, Наполеон, что ли, там, или кто-то еще, там. После как доклада, по-моему, Лапласа, или кого-то там, или, ну, что-то там связанное с Лапласом. Ему спросили, а где же у вас тут Бог в вашем представлении, да, о устройстве мира? Он сказал, а это как бы, вот, мне такая гипотеза была не нужна. Понимаешь, может быть, гипотеза о Боге, она не нужна? Вот, в чем проблема состоит. Надо же каждый раз обосновывать введение всякого рода гипотезы, если мы говорим о Боге. Это раньше было очевидно, а теперь это не очевидно. То же мы должны обосновывать, почему, на самом деле, этот взгляд, а не иной. Потому что, я говорю, между атеизмом и финизмом существует такая взаимодополнительность. Они говорят одно и то же, но интерпретируют просто по-разному. И то, и другое говорит, что мы находимся в рамках субъективных представлений. Еще раз просто повторяю, да? Просто атеизм говорит, что мы эти субъективные представления. Это транслируем, проектируем в небо. И утверждаем, что это не просто наши субъективные представления, а на самом деле это вот сама реальность. Да, но на самом деле, от того, что мы свои субъективные представления куда-то в небо забрасываем, от этого они не делаются реальными. Это так вот говорит атеизм. Атеизм, да, то есть обратное представление, да, как бы религиозное сознание, оно говорит иначе. Оно говорит, что изначально эта реальность есть, и то, что мы ее выстраиваем по образу и подобию нашей человеческой реальности, в этом проблема человека. Потому что человек не может иначе принять откровение. Человек ограничен субъективно, естественно. И Бог вынужден с нами считаться. Вынужден считаться с нашей свободой. Он не может нас надавить и втиснуть у нас в свои представления, да, там, заставить нас в себя венять. Он это не может сделать. Он вынужден, как бы, своего откровения ограничивать снизу нашими возможностями. Но это на самом деле простая мысль, просто мы ее так долго муссируем. Здесь просто надо дальше двигаться. Ты думаешь, что если я это сказал, это означает, что давайте мы сейчас крышку укропа захлопнем и похороним себя. Нет, это просто немножко... Я-то не знаю, как бы... Я-то считаю, что... Без... Если у человека нет, как бы... Чего-то, что слышит его, да? Ты, дей Бог, не понимаешь. Как бы, он не может быть так двигаться. Валя, это субъективно. А у другой человека, если у него и Бог скажет, это так. Вот ты говоришь про Бога, а другой человек скажет, допустим, если нету, как бы, магии, то мне неинтересно в этом мире жить, и, как бы, я двигаться никогда не могу. А третий скажет, если в этом мире нет, то там, я уж не знаю, чего там. А ты услышишь, то я хочу сказать. Каждый будет свое представление выдвигать. Это же неважно, там, коммунизм, магия, там, христианство, ислам, там, что угодно. У человека должно быть что-то сверх, как бы, его, что-то свыше его для человека. Тогда он может, как бы, как бы, двигаться вперед. Это значит деградация. Так мы же говорим про богословие, а ты говоришь про политику. Вот ты вот то, что сейчас высказываешь, это просто политика. Нет, почему? Природа человеческая такая, не политика. Такая человеческая природа. Ну, это природа человеческая, какая она еще неизвестна. Это легко какую-нибудь придумать природу и сказать, что она такова. Какова она на самом деле неизвестна, на самом деле. Я более того скажу, что человек это незаконченное существо, сущность которого еще неизвестна. Это только кажется, что вот такая сущность человека легко определяемая. Когда начинают ее определять, не могут никак найти в чем состоит сущность. Понимаешь? Не могут. Потому что сущность человека, ну вот как вот это говорили экзистенциалисты, да? Она, в бытии человека предшествует его сущности. Это означает, что человек сначала рождается, долгое время живет, а потом кем-то становится. И более того, он не просто кем-то становится, он может эту сущность свою выбрать. Он может стать одним, другим, третьим. Понимаешь? Человек это ясничное, что может выбрать свою сущность. Да, кстати. В отличие от, допустим, от ножа какого-нибудь или животного. Животное не может это сделать. А у нас есть свобода. Вот это и означает, что у человека есть возможность. Вот если говорить как бы простым языком. Человек может выбрать свою сущность. Один может стать христианин, другой может стать ученым, третий может стать еще кем-то там. И в этом принципиальная неустоявшись человека. И более того, может это и всегда так будет. Понимаешь? Всегда будет так, что сущность человека будет нечто только в возможности. И каждый раз человек будет, каждый конкретный человек, конечно, будет кем-то становиться. Естественно, так не бывает, да? И какая-то природная, надо сказать, сущность у него тоже присутствует. Как тело какое-то, как биологический организм. И каждый раз все эти сущности у него присутствуют. Но если мы берем человека как человека, то вот его сущность будет какая-то неустоявшуюся. Она может иметь какой-то диапазон возможностей. Каждый конкретный человек, он осуществил какой-то свой проект, как говорят, да? И вот сколько существует этих проектов, столько и существует различных сущностей человек. Например, христианство, да, вот христианский человек, или там, допустим, античный человек, или, допустим, современный человек. Разные люди, по сущности разные. Но на самом деле я-то хотел от этого двинуться дальше. Конечно же, разговор здесь идет не о том, что вот здесь есть некий тупик, надо лапки сложить или еще умереть. Не об этом и идет. Речь идет о том, что надо быть честным. Если мы занимаемся богословием сознания, то одним из критериев, не критериев, а одним из практических приложений этого состоит в том, что надо все выявлять на свет сознания. Нельзя ничего оставлять тайным, да, там. Нельзя поступать так, как делают иные строители всякого рода философских или там, богословских систем. Излагать только свою истину, да, и не пытаться, на самом деле, понять, как ее можно еще по-другому изложить. Богословие сознания, точно так же, как и философия сознания, отличается от всех, вроде, других всяких там систем построений, от тем, на самом деле, что всегда, во всем мы выводим на свет сознание все. В том числе и то, что нам возражает. Потому что, ну, это честная такая позиция. Вот есть некое возражение. Мы его должны помнить, мы его должны в уме держать. Что на самом деле, то, чем мы занимаемся, оно вот на грани атеизма. То, атеизм, атеизм, он как-то здесь склопывается, да, и взаимодополняет друг друга. То есть, иначе говоря, они говорят одно и то же, просто выводы отсюда разные. Ну, иначе говоря, можно было так сказать, что есть некий факт, субъективная ограниченность нашего знания. Его можно интерпретировать двояко. Можно интерпретировать исходя из того, что вот есть некое представление о высшем существе, об ассалюте. А можно интерпретировать, что его нет. Понимаешь? Понимаешь, вот и все. Опираясь на один и тот же факт. Понимаешь, вот это вот, в этом состоит сущность всякого рода теории. Что такое теория? Теория опирается на факт. Но интерпретирует она его по-разному. Есть вот такой некий произвол. Можно построить теорию без Бога, да, сказать, что берут, там, это некая природа, да, когда там, некая рода объектная, там, сущая, да, то есть не субъектная, как вот мы пытаемся сказать, а объектная. И все, что мы пытаемся в этом мире увидеть, это в виде каких-то субъектов, да, высших, там, типа, там, Бога Абсолюта, все это только наши домыслы, наши попытки спроектировать наши желания, там, или на наши теоретические воззрения, непостазируемые. Маленькую аналогию по поводу взаимодополнительности атеизма и атеизма, да, для того, чтобы прояснить саму постановку вопроса. Вот, предположим, человек в темной комнате пытается что-нибудь в ней обнаружить. Один человек пытается искать, 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 как бы, да, он, конечно, ничего не находит, но он верит, что в этой комнате что-то есть. Другой человек искал, 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 ничего не нашел и сказал, убедился, да, для себя, самого себя, что в этой комнате ничего нет. Включили свет и оказалось, что в этой комнате кошка находится. Кот. Ну, или кот, да, но просто когда тот, который, каждый, когда искал этого кота, да, просто кот передвигался, и поэтому его нельзя было застать в кот-то одном месте. И в этом получается, что невозможно доказывать от... Невозможно, как бы, доказывать, что если у нас нет явных каких-то явлений, да, Бога, невозможно отсюда уму заключать, что его нет. Да, из того, что мы ограничены субъективно в нашем постижении Бога, не следует, на самом деле, что такой личности, как Бог, нет. Из этого следует просто, что мы ограничены, да, что, как бы, вот, то, что в отношении Божественной сферы наши возможности можно представить как вот выключенный свет, да, вот мы вот в выключенном свете пытаемся что-то там вот нащупать, насколько вообще можем мы продвинуться. И из того, что мы ничего не нащупываем, кроме человеческого, да, из этого не следует, на самом деле, что там, может быть, где-нибудь, на каких-то подступах, где это существует, на самом деле, нечто, что относится к Богу. Ну, это была только маленькая иллюстрация, да, такой некоторого рода пример, наводящий просто на размышления по поводу отношения атеизма и атеизма. На самом деле, я все это весь этот разговор вообще затеял, да, исходя из разговора о свободе, потому что здесь очень важно, вот, возникает некий разговор о свободе. Дело в том, что вот есть представление такое в христианстве, да, что вот Бог ведет человека. Ну, говорят иногда, что вот некоторые люди там к чему-то призваны. Допустим, говорят, что вот, например, какой-то человек с измальства призван в монашество, там, всю жизнь считал, что вот он услышал зов Бога, да, и вот он должен стать этим монахом. Он обычно рассказывает о таких людях, да, и говорят, что да, вот он не просто так пришел в монашество, а на самом деле его позвал Бог. Ну, или там точно так же ему и рассказывает история о святых и прочее. Вот можно ли так рассуждать? Ведь на самом деле, что здесь происходит? Как Бог может кого-то там призвать? Ведь Бог, на самом деле, относится к нам как отец к сыновьям, уже обсуждали это, да, когда говорили о христианстве. Если мы говорим здесь о том, что вот он кого-то принуждает кем-то стать, то это получается, что он как бы вмешивается в нашу слову. Ну, он же не принудил, он именно призвал. Ну, а что значит призвал? Ну, это как раз речь об откровении, понимаешь? То-то и состоит разговор. Откровение получает всем, но они все хотят его слушать и исполнять. То-то и состоит разговор. Что это значит? Что это значит, что вот есть какое-то частное отдельное откровение, Что это значит? Является ли это частное отдельное откровение насилием? Насилием над совестью, да? Пускай не насилием физическим. Нет, не является это насилием. Почему? Потому что мы свободны не прислушиваться к этому откровению. Ну а как ты свободен? Если ты пред тобой, как рассказывается в Евангелии, явился ангел и сказал тебе, сделай так-то и сделай так-то. Как ты можешь к ней прислушиваться? Да очень просто. Можно сказать, что это просто игровое выражение и все. Или там сон и все такое. Нет, ну конечно ты можешь так сказать, да? Но согласись, что таких людей, которым являются ангелы, и что-то говорят, таких людей немного. И скорее они... Я думаю, что в жизни каждого человека были какие-то случаи, которые невозможно рационально. Да это может быть. И вопрос же не в этом. Рационально, нерационально. Вопрос состоит в том, что на самом деле такие люди просто обычно в других заведениях обслуживаются. Понимаешь? Если говорить о том, на самом деле... Раньше можно было сказать, да, что раньше представление о реальности было иное, и говорили о том, что ангел мог как-то явиться и что-то там такое сказать. Но мы сейчас понимаем на самом деле, как это так, что значит ангел явился. Может быть это сумасшествие? Ну что такое сумасшествие? Нет, я не хочу это обсуждать, что такое сумасшествие. Проблема состоит в свободе. Нарушает ли Бог свободу, если он явным образом вмешивается в жизнь человека? Явным образом. Никаким косвенным образом. Вот можно было бы представить, что Бог смешивается в нашу жизнь косвенно. Да, что он, допустим, какие-то создает какого-то рода возможности, да, случайности. Допустим, ты встретился с каким-то родом человеком интересным, и этот человек оказался, ну, допустим, монахом там или священником, да. И вот он наставил тебя на какой-то путь. Но человек наставил, не Бог. Или там, допустим, тебе попались какие-то определенного рода книги, или еще какого-то рода места ты посетил. Я понял, Влад, вот смотри, вот мы с тобой, допустим, дискутируем. Ты высказываешь некие мысли, слышишь? Эти же мысли, они значимы для тебя и для меня как-то, да. Но я могу с ними соглашаться и не соглашаться. Я думаю, что вмешательство Бога, оно на этом же уровне. Даже когда происходят некие чудеса, человек вправе их проигнорировать, не принять и так далее. Да, человек-то вправе. Только просто право здесь разное. Вот представь себе, вот если тебе с Богом непонятно, вот допустим, милиция тебя остановила и сказала тебе, что на самом деле надо поступать так-то. А ты скажешь, а я вправе проигнорируешь, что ли? Что проигнорируют вправе? У тебя случился реальный факт. Какая-то милиция останавливает тебя и что-то тебе говорит. Настоятельно говорит, что так не поступайте, а иначе и там какие-то меры будут приняты. А ты говоришь, а я ваши меры игнорирую. И что? Ну, это-то наше преступник. Так дело не преступникам, правильно? А Бог, разве не так? Вот Бог говорит тебе, делай так-то. А ты говоришь, а я буду игнорировать. Как? Что ты думаешь, что ты игнорируешь? Так, как милиция, да. Вопрос в этом и состоит. Это означает вмешательство на свободу. Если приходит ко мне кто-то и хочет заявить о том, что я должен поступать определенным образом, явно. Ну, у тебя же нет абсолютно свободы. Вопрос состоит в том, имеет ли Бог право, да, вмешиваться в свободу нашу или нет. Если Он имеет право вмешиваться в нашу свободу, это один разговор. Если не имеет свободу вмешиваться, это другой разговор. С другой стороны, это первый вопрос. Второй вопрос. Вмешивается ли Он вообще в нашу жизнь или не вмешивается? Ну, допустим, кому-то является Бог, а кому-то не является. Почему к одним Он в жизни вмешивается, а другим нет? Почему такое развлечение? Почему одних Он ведет по какой-то там стезе, а других не ведет? Наверное, потому что они не слышат его голос. Ну да, они впускают его. Ожесточение сердца, и они не слышат его. Еще раз говорю, все такие выводы легко сделать. Кто же не спорит, что такие выводы может сделать? Вы хотите объяснить, это вещи про просто. Это предположение, мы же не утверждаем. Ну, а тебе какое нужно вмешательство, чтобы ты как компьютер, что ли, как программа начал действовать? Так, что ли? Дело не в этом, на самом деле. Просто вопрос состоит в том, что если мы имеем свободу, каким образом Бог вообще может нам что-то или что-либо сообщить? Нет. А я думаю, что свобода состоит и в том, в том и состоит, что Бог предлагает... Что такое правило по-моему? Ну, выслушайте, Бог предлагает добро, а твой выбор как раз свободный. Это зависит от того, принять этот совет, ну, это как бы, ну, как то, что Бог хочет донести до тебя, или игнорировать. А как узнать, Бог это или кто? Ну, послушайте, я немножко другими словами скажу то, что люди скажут. Мы ограничены в своей жизнедеятельности, да. И если мы будем совершать некие поступки, то, как бы, их можно разделить на два класса. Одни поступки нас будут вести, как бы, к жизни, а другие будут вести к смерти. Ну, если начнешь, там, употреблять наркотики, там, пить алкоголь, часто, большие дозы, там, воровать, убивать, ну, это, скорее всего, придет к тебе к смерти. Другое дело, если, допустим, каким-то другим вещами заниматься. Ну, можно по-другому сказать, чтобы было понятно. Зачем, когда возникает отношение между человеком и Богом, возможно, это трудно понять, каким образом каждый выступает в отношении, оставаясь свободным. Да, то есть, иначе говоря, не Бог на нас не давит, не мы, как бы, к Богу и только от нужды приходим. Можно это понять, если бы взять двух людей. Я всегда говорю, в отношении между Богом и человеком всегда надо, прежде всего, рассматривать на отношении двух людей, а потом уже пытаться там, как-то там, возвышать это отношение, да, отношение Бога и человека. Потому что моделью всякого взаимоотношения Бога и человека будет всегда модель взаимоотношения двух людей. Вот два человека, как они выступают, как равные, безотносительно какой-то нужды. Вот они встретились, два человека, равные, да, им от друг друга ничего не надо. Просто им интересно с друг другом общаться. Понимаешь? Как вот оно возникает, это отношение? Оно не бывает случайно, как-то, допустим, но это понятно. Но тем не менее, вот надо, чтобы проследить динамику взаимоотношений Бога и человека, надо как-то вот из этого исходить. Никто же на другого не давит. Не бывает и отношения неравные, но это неинтересно просто, да, когда один человек там. Если у нас здесь два человека, им друг от друга ничего не надо, то что их может связать? Когда мужчину и женщину, понятно, им что-то надо. И поэтому мужчина и женщина не является пониманием, например, античности, высшим соединением людей. Почему? Ну, потому что мужчина и женщина там, у них-то есть там продолжение рода, там, сексуальные отношения и прочее. Это все понятно. Поэтому у них возникает, у них же мужчина и женщина есть нужда. И отношения между ними не являются равными. А здесь дружба и любовь. Так вот, дружба, вот дружба, она на самом деле другой характер имеет. Друзья могут, не, бывает и друзья могут быть неравные, да, бывает одному другу другому что-то надо. А бывает они друг другу нуждаются и взаимно друг друга дополняют. Такое тоже бывает. Это тоже соотношение на самом деле неинтересное. Потому что, опять же, это нужда, как бы, и это понятная вещь, да, как бы там. Нужда, она всегда понятна, да, потому что в нужде сама нужда объясняет, почему люди встречаются. А теперь встречаются два человека, совершенно самодостаточные. А друг друга им ничего не надо. И вот это взаимоотношение, надо понять, как оно может возникнуть. И в чем смысл такое взаимоотношение. Им просто интересно, если бы. Вот. А как такое, может быть, не эротическая любовь, это любовь, как бы. Ну, я это, слово любовь, ты пойми, на самом деле, от того, что ты какое-то слово чему-то дашь, ничего не изменится. Просто ничего. Ну да, да. Сотрясание воздуха. Причем, ты как бы, это, любовь здесь вообще пока ни при чем. Понимаешь? Просто ни при чем. Ну, ты же сказал по-другому. В русском языке, им просто интересно в мире. Ну, я понимаю, но просто в русском языке слово любовь, оно выглядит просто... Ну да, выглядит так, что к священнику могут говорить. Да, оборванное слово, там, изгаженное и прочее. Это лучше слово вообще не употреблять, понимаешь? Между двумя людьми, это слово. Согласен, согласен. Ну, поэтому, всегда об этом, лучше говорить по этому поводу, в качестве дружбы. Есть некая дружба между двумя людьми, любыми даже. Двумя людьми, самостоятельно. Как это отношение? Как оно может остаться равным? Как бы оно может остаться, не впасть в какую-нибудь нужду, в какую-нибудь зависимость? Потому что, всякий раз, когда оно в него впадет, все как бы исчезнет. Вся интересы этого взаимоотношения равных субъектов, он исчезнет. Существится это взаимоотношение, может, единственным образом. Когда, ну, в человеческой жизни, да, что когда они просто случайно как-то встретятся и будут друг с другом разговаривать интересно. Теперь мы берем Бога. Допустим, как бы тоже человек как-то случайно сталкивается с Богом. Как это происходит? Наверное, ну, понятно, Бог имеет преимущество здесь. Он может, наверное, пытаться как-то человеку, как к себе, ну, привлечь внимание человека, да, каким-то там случайностью, может, еще чем-нибудь там. Наверное, может. Вмешивается ли он в этом вмешательстве в человеческую жизнь, в свободу человека, или не вмешивается? Вот что интересно, вот в чем проблема состоит. Потому что... А когда вот эти два человека случайно встретились, там было вмешательство? Так, а здесь нет такой проблемы. Потому что эти оба человека, они равны, как бы, да, и это... Когда один, условно говоря, господин вмешивается, ну, всемогущий вмешивается в жизнь конечного существа, они же неравны изначально, своих возможностей. И здесь возникает вот эта проблема. А когда два человека более-менее равны, своих возможностей встречаются, это совсем другой разговор. Понимаешь? То есть Бог... Может быть, Бог так, условно говоря, устраивает такие случаи, да, и так вмешивается в нашу жизнь, что никак не влияет на нашу свободу. Как ты говоришь, что человек всегда может поступить свободно, да, там, отказаться, да, там, от чего-либо там. То есть, ну, тогда Бог должен выступать не явно, а не явно, да, в виде какой-то случайности. Вот возникла какая-то случайность. И человек должен на эту случайность именно смотреть как на случайность. И он не должен видеть никаких отсылов каких-то, да, каких-то там этих далеко идущих выводов. Или там явного какого-то свидетельства, или явного какой-то достоверности. Он должен понимать просто на самом деле, что это какой-то странный случай. Скажем так, вот случилось с ним нечто странное событие. В этом событии непонятно, что странное. Ну, допустим, там, счастливый случай какой-то произошел, там, нет, который просто вызвал как бы бурю эмоций, да, там. И трудно его истолковать в свете, как бы, там, простых логических решений, там, рациональных. Наводит это человека на какую-то определенного рода мысль. Вот такого рода случайности, возможно, как бы, и вот Бог может, видимо, так участвовать в жизни человека. Но тогда нельзя говорить о том, что Бог как-то человека куда-то ведет. Так говорить нельзя, наверное. Или мы должны иметь в виду под этим что? Вот такой пример. Живет человек, живет для себя, что называется, да? Ну, то есть просто живет. Как трава растет, как зверешки бегают, и он так живет. Ест, пьет, там, работает, развлекается. Вот. А потом что-то может у него в жизни происходит, может не происходит, но он начинает думать о неких смыслах. Понимаешь? И вот именно, когда он начинает, независимо, случилось с ним что-то, или просто по каким-то другим причинам, начинает думать о смыслах, вот тогда у него начинается, как бы, встреча с Богом. У Толстого, у Льва Толстого, у него есть там, какое-то произведение, про себя он там пишет, как он пришел к Богу, да? Он перебирал разные смыслы. Семья, там, работа, то, все. И он там расписывает, как он приходил постоянно, каждый раз, что в этом нет никакого смысла. Вот если человек будет честен, честным, как бы, сам с собой, то он поймет, что нет никакого смысла ни в его работе, ни в его семье, и ни в чем другом. Потому что единственный смысл придает человеку, когда у него появляется идея, как бы, которая больше его. Значит, никакого смысла нет в жизни человеческой. А самая лучшая идея в этом смысле, это Бог. Все просто. Потому что это абсолютная идея. А зачем богословие нужно тебе тогда, я не понял? Все просто же. Это как-то есть богословие. Это не богословие, это просто обыкновенная бытовуха. Здесь вот такая вот, здесь бытовуха, понимаешь, на бытовом уровне. Почему человек такой? А потому что такой. Вот и все. Вот у тебя весь, все рассуждение. Зачем нужно богословие для того, что если ты Бога исходишь из того, что тебе нужен смысл? Мы же говорили об этом. Какая-нибудь, условно говоря, сумасшедшая какая-нибудь, будешь считать, на самом деле, что должен существовать какой-то там лямбда-3, понимаешь? И вот она есть, это лямбда-3, и ты ее не докажешь никогда. Она будет говорить тебе, что и опыт у нее есть, и смысл у нее есть в этой лямбда-3, и что это изменит-то? Вот слово поменяет твой Бог на лямбда-3. Что это даст? Даст тут. Что тебе даст? Что ей даст? Вы будете сидеть в каждом своем мире. Понимаешь? Вопрос же идет не о том, что ты в своем мире можешь придумать себе смысл какой-то там. И найти его. Там Толстой свой нашел. Ты свой нашел. Вы объединились в слове, что ли, Бог? А что такое Бог? Спроси у Толстого, спроси у тебя. Что это такое-то? Что это такое? Что это такое вообще? Как с этим разобраться-то? Вопрос же идет о знании. Можно сколько угодно слово ворочить. Ты пойми, слово можно сколько угодно туда-сюда кидать. Там Евангелие открывать, листать сначала до конца и наоборот. Я же тебе питал дышу, что богословие начинается с того, что появляется нечто, что больше самого человека. А что это такое больше? Его сознание. Мир больше. Мир больше человека. Мир больше человека. Намного чего больше человека. Больше человека общества, больше человека, семья больше человека и прочее. Миллион вещей есть больше человека. И что это дает опять? Почему мир больше человека? Ну а почему нет? Мир в человеке, это человек находится в мире. Семья. Человек находится в семье. В обществе человек находится в обществе. Что это сознание человека? не было так, не понимаю��어 а для другого сознания cual… но для другого сознания больше будет другой я расскажу, что меньше его lado выше у другого будет ни какой высоты у другого всего будет только горизонтально вот говорят said, что высота придумали, так сказать, другиеennis высоты никакой нет все равно горизонтали люди более менее все равно ты хочешь простые решения найти Простые решения не требуют никакого богословия. Можно сколько угодно просто трепаться об этом на кухне. Для этого не надо ничего, ни пяди, волб, ничего не надо. Простые решения, они таковы, и они доступны всем. И в церкви, и там все священники, и всякие прихожане. Все это обсуждается, пересасывается, высасывается. Потому что это простые решения, просто они заключены даже не в тебе. Они просто в языке циркулируют, понимаешь? Понятие слова смысл, Бог и прочее. Они уже давно затвержены, в твой мозг уже вкраплены. Понимаешь, тебе как вот каленным железом выжжено. Ты думаешь, что высказываешь свои мысли, а на самом деле за тебя высказываются культура, язык и прочее. Ты ничего от себя не говоришь. Ты просто высказываешь то, как это слово циркулирует в языке. Оно именно таким образом циркулирует. Смысл, Бог. Понимаешь? Посoti тебе сейчас в бессознательном состоянии, и ты то же самое будешь говорить. То же самое. Потому что нету в этом никакого смысла. Понимаешь, это просто язык высказывается будет. Сам язык. Он вшит в тебя, понимаешь? И ты будешь высказывать то, что он хочет сказать. Потому что в языке же не просто все повисло. Оно там действительно находится в неких трехсвязях. Слово Бог связано со словом смысл. И что ты хочешь? У тебя там неройная связь, это проложено магистральным образом. И что? Что это дает к самой сути дела? Ну вот лично у тебя такая захваченность. А у другого такой захваченности нет. А у третьего третья захваченность. У него лямбда 3 связано там с лямбда 4. И что? И он будет постоянно сидеть сумасшедший и думать о том, как это лямбда 3 с лямбда 4 связано. Я специально говорю бессмысленные вещи, для того, чтобы показать, что речь в языке. Ты слово Бог говоришь, а что оно значит? Это же просто пустое слово. А речь идет о смысле. Понимаешь? Когда ты говоришь, что Бог и есть смысл, так это же масломасленное, потому что Бог что-то должен значить. Не просто ты говоришь слово смысл. А что смысл-то? Что смысл? Не может Бог значить просто смысл. И смыслом Бога будет просто слово смысл. Это будет отсылка от одного слова, которое называется Бог, к другому слову, которое называется смысл. Что изменилось? По кругу так и будем ходить? А в чем смысл состоит? Ты будешь говорить Бог. А что такое Бог? Бог это смысл. А смысл это Бог. Что происходит? Ты просто языке жанглируешь словами. Я понимаю. Много жанглирующих слов, они здесь и связаны. И ты будешь по кругу этим словам ходить. Чтобы выйти из этого сам пустолкруга. Почему такие слова? Как жизнь, благо. Это же не просто пустые слова. Так, а я же объясняю. В языке... Все, найди карты Бога. Вот это твое... В языке все это связано. Ну, я понимаю, но там более начитанный человек будет больше высказывать. Вопрос состоит в том, чтобы не играть словами. Не играть. Пустые решения. Вот если ты хочешь высказать простое решение, можешь сразу его забыть. Оно просто неправильно. Оно навевает тебе языком. А ты на чего хочешь высказать? Я же тебе объясняю. Я высказываю проблемы. Я вообще сейчас, сегодняшний день высказал очень простые проблемы. Настолько простые, что их не надо заговаривать какими-то там магическими способами. Первая была простая вещь состояла в том, что факт состоит. Факт. Мы отграничены от Бога своими субъективными, самими же нами. Своими нашими же субъективными возможностями и способностями. И одни это истолковывают в том смысле, что Бога нет, а другие, что Бог есть. Вот и все. Понимаешь? Просто разные истолкования одного факта. В этом смысле, как бы, я говорю, есть некая взаимодополнительность между атеизмом и атеизмом. Ничего другого я не говорю. Отсюда никаких грандиозных выводов не следует, что надо там крушить, ломать или еще что-то в этом роде. И что только смысл, только в Боге. Ничего такого отсюда не следует. Это просто некоторого рода факт, который не зависит от твоего мышления, от моего мышления, от мышления дяди Васи какого-нибудь или дяди Пети. Ничего этого не зависит. И совершенно все равно, дядя Петя верит в Бога или не верит. Потому что это просто факт. Касающийся всех-всех-всех людей на свете. Рожденных, умерших, не важно. Понимаешь, это общий факт. Вот и все. И надо стараться высказывать в богословии именно такие факты общие, а не то, что тебе нравится. Тебе нравится, допустим, говорить там, что Бог, смысл и прочие там циркулирующие смыслы. А надо стараться мне, ну это просто в этом смысл как бы науки, да, в частности. В частности, в богословии. Но богословие не является наукой в том смысле, как часто употребляют слово наук. Но в смысле какого-то древнего понимания слова научности, оно подразумевает, что ты хочешь высказать нечто общее, для всех верное, а не только для тебя. Нельзя в богословии так говорить, я вот считаю так, а то, что другие люди по-другому считают, мне как бы на это наплевает. Так нельзя высказываться. Понимаешь, это тогда будет не богословие, это тогда будет твое личное мнение. Но мало ли у людей может быть личное мнение. Один скажет так, другой скажет по-другому. А надо стараться высказывать такие вещи, которые касаются всех. Вот, например, атеисты и атеисты здесь сошлись. Да в чем их разница? В интерпретации. Говорят одно и то же, а выводы делают разные. Это что означает? Это означает, что феноменологически они находятся в одной и той же ситуации. И надо попытаться понять эту ситуацию. Попытаться понять ее изнутри. Понимаешь? Что это такое? Почему так происходит? Есть ли какие-то подвижки в ту или другую сторону? А не пытаться заговаривать, что есть какой-то смысл, совершенство и прочие другие факты. Ты хочешь привести какие-то другие вещи к этому, притянуть, которые сами требуют обоснования. Другой скажет, а почему совершенство там? А почему там смысл и прочее? Это первый факт. А второй факт состоял в том, что если мы находимся в такой ситуации, ограниченности субъективной, как быть со свободой, как эта сфера свободы пробивается. Вот у нас есть субъективная наша сфера. И все нам дано через нашу субъективность. Как мы пробиваем-то ее? Как мы выходим-то? Допустим, это может сделать Бог. Он возьмет на самом деле, он же всемогущий. И каким-то образом на нас, допустим, произведет впечатление. Или повлияет. Но тут возникает проблема. Первая проблема была субъективность, а вторая проблема была существенная. А свободой возникает проблема. Как Бог? Если Бог вмешивается в нашу жизнь, если Он на нее влияет, значит, Он это делает без нашего разрешения, условно говоря. Значит, мы как бы не свободны, получается, не в свободные отношения вступаем, а в какое-то зависимое отношение вступаем. Одно дело, когда человек желает этой зависимости. Если он вышел там и говорит, Бог, вступи в меня и прочее. Никаких проблем нет. А если он не вступил, если он просто какой-то человек отдельный какой-то, просто ходит и все. Понимаешь, может, о Боге думать не думать. Как он с ним может сообщаться? То есть Богу все равно, что ли? Вот есть человек, он гуляет. Да ему, да Богу ему все равно. И что? Бог тоже говорит, а мне до тебя тоже все равно, что ли? И что? Что хорошего-то здесь? Бог объединился, человек объединился. Они разошлись и никогда не встретились. И что здесь такого? Кто виноват в этом? Вот люди могут так разойтись, да? Но не Бог же, Бог же должен как-то иметь... Не можешь же так сказать, что мне все равно, что человек не хочет со мной общаться, и мне типа все равно. Понимаешь? Если это так, но это странно немножко. Люди могут так. Допустим, встретились два корабля и разошлись. Понимаешь? И каждому все равно, как, что дальше случится. Но Богу-то должно быть не все равно. Должно быть не все равно не потому, что человек такой важный, да, пузатый. А потому что Бог всемогущий. Он обладает всеми возможностями. А человек ограниченный. Он в своей субикиной сфере не видит никакого Бога, допустим. Ну, нет у него глаз таких. Он не обладает способностями там, какими-то сверхъестественными. Он не видит, и все. Он смотрит, смотрит везде. Бога нигде не видит. И что теперь? Бог ему говорит, ты тупой. Так, что ли, он ему говорит? Ты ни черта не видишь и живи своей жизнью тупой. Так, что ли? И человек тоже, ну, я смотрю, смотрю, Бога нет. Никто мне ничего не об этом не говорит, ну, и ладно, буду так и жить. Так, что ли? Ну, Бог же, тут и состояла фишка, что человек своими внутренними способностями у нас в этом проблемы состоял. Прийти к Богу не может. Сколько бы он ни напрягал там свои извилины там и прочее, и прочее, все равно он прийти только своим напряжением мысли, да, своим напряжением сознания, он не может к Богу прийти. Потому что Бог, я еще раз говорю, бесконечный, абсолютный, а человек конечный. Получается, на самом деле, всегда требуется откровение Бога. Всегда. Это означает, на самом деле, что вот такой богооставленный человек, это нонсенс. Если такие люди существуют, то это просто есть прямое доказательство, что Бога нет. Что Богу на людей наплевать. Понимаешь? Вот что это, чего это доказательство. Понимаешь? Поэтому надо рассмотреть этот вопрос, как вот обычный, отъединенный. Ну, как это доказательство? Потому что Бог, если оставил Бог человека и никак в его жизни не вмешивается. Ну, у человека же есть свобода, он не хочет. А как он не хочет, а откуда Бог об этом знает? Если человек вообще о Боге ничего не знает, где-то бродит, и что? Ночью прочитал он какое-то, для него это пустое слово, и что? Ты пойми, Бог должен вмешаться в эту жизнь как-то, для того, чтобы себя проявить. Да он вмешивается, вмешивается. Ну, правильно. В этом и состоит вопрос. Как он... То есть жизнь каждого человека, а жизнь вообще в исторический процесс. Исторический процесс. Здесь возникает следующее. Это немаловажная, как бы, проблема. Она состоит в следующем. В Ветхом Завете действительно Бог соотносился с родом человеческим. И он действительно вмешивался именно тогда в человеческий процесс истории. История динамики рода. Допустим, как это в Ветхом Завете написано, там, про народ Израиля. Но когда мы достигли христианства, теперь каждый отдельный человек соотносится с Богом. Говорить о какой-то там динамике исторической, это просто глупость. Динамика-то осталась все равно. Динамика осталась. Да при чем здесь это теперь каждому отдельному человеку важно выйти в Богу? Нет, послушай, ведь только добавилось. А что-то было, то не ушло. Да сколько угодно добавилось. Тут вопрос-то связан с тем, что человек в своей жизни от и до должен к Богу прийти. Ну так для этого надо быть человеком. Ну как? А вот кто виноват? Кто создал человека? Это как это получилось так, что человек виноват в том, что его создали кривым и косым, что ли? Вот Бог создал кривого, косого человека, тупого там. Я не важно какого там, просто неспособного там. Нет. И что? Он не может к Богу прийти. Пока он был такой тупой, косой и кривой, как ты говоришь, он и общался с ним, как с родом. Нет. Он умешивался... Мы теперь берем уже наши... Подожди, подожди, а ты передергиваешь здесь. А когда вот появились... Тупых людей сейчас нету на дворе там. Вот выйдем сейчас туда, не найдем тупых людей? Найдем. Ну а что тогда ты говоришь? Про какие ты говоришь родовые-то? Природа человека не изменилась от этого. Как он был на самом деле неспособен ко многим вещам, так и он остался неспособным. Причем не все это-то? Ну... Отдельные люди стали способны, а другие нет. Послушай, он уже и в Ветхом Завете с праведниками по-особенному общался. А потом, с Нового Завета, он как бы для тех людей, кто может вместить больше откровений, уже предложил другой путь. Ну чего там? Каждому отдельному человеку важно соотнести с Богом. Я просто тебе хочу сказать, что... Не каким-то отдельным, выделенным людям, каким-то там сливком каким-то там, понимаешь, общества. Или сливком там божественной жизни. А каждому отдельному, даже самому задрипанному, какому-нибудь там пьянице последней. Каждому. Понимаешь? Каждому. Путь должен быть у каждого, а не у богословов только. Или там священников, или монахов. У всех путь должен быть. Потому что все дети Божьи. А не так, что там одни какие-то большие дети, чем другие, да? Но есть же блудные сыновья. Такая блудная сына, это кто? Это кто был сыном и ушел. А те, кто не пришли еще к Богу, только те кто? Те кто? Просто это свиньи, что ли? Кто? Я не пойму. Собаки и свиньи, что ли, которым надо бисерни бросать. А кто такие вот? Есть человек, он к Богу еще не пришел. Рабы на камнике, наверное. Вот тебе знак свиньи. Иван, пойми на самом деле, надо уметь видеть проблему. Бесполезно, на самом деле, обсуждать богословие на высоком уровне. Не на уровне Евангелия, где там притчи есть и прочее, где можно конкретные вещи обсуждать. А на уровне богословия, где абстракция достаточно высока, надо уметь поставить проблему, уметь понять, что у нее смысл, уметь ее решить, если она решаема. Я выставил по частному вопросу, ты сказал, что есть люди, которые не пришли к Богу. Поэт, доказательства того, что Бога нет. Нет, нет. Вопрос в следующем состоит. Что если каждый отдельный человек, в смысле Нового Завета, соотносится с Богом, не род соотносится с Богом, а каждый отдельный человек, то это означает, что Бог, поскольку к Богу можно прийти только исходя из откровения Божьего, сами мы своими усилиями прийти не можем. Но откровение же открыто, оно вам зависит. Но не все же приходят. Что дальше? Причем здесь это-то? Ну как? Причем здесь принципиально, в смысле. Вот откровение, он прочитал, а я ответил. Что дальше? А почему он должен поверить тому, что там написано? Люди там уходят... Ну некоторые поверили, некоторые нет. Нет, нет. Мы занимаемся богословием, а ты теперь говоришь... Потому что это откровение, я же тебе говорю. Еще раз, а ты предлагаешь так, теперь богословие выбросить на помойку, и давайте обсуждать на самом деле... Нет. Какие-то там кто-то придумал, допустим, может быть придумал, может не придумал, неизвестно. Какие-то истории. Давайте будем считать, что эта история правдивая, и все. Опять же, старая будут история. А по-сторону они придут? Нет. Эти истории неправдивые. Люди придут, эти истории неправдивые. Опять перестанет возникать богословие, и опять возникнет вот эта бесконечная дрязга. Нет. Дело не в этом. Дело в том, что Новый Завет не просто история, а Новозаветные истории, они для многих людей являются откровенными. Хорошо. А для многих не являются. И что теперь делать? Как ты будешь? Вот ты хочешь опираться на Евангелие, а как? Для одних и является это священная книга, для других не является. Что делать? Почему это будет конкретно? Это будет откровением. Ну, значит, тем людям, какой-то другой путь у них. Ну, я тебе об этом и говорил. Как вот Богу? Бог, допустим, послал кто-то через Евангелие. Хорошо. А вот есть люди, которые никак. Не через Евангелие, никак. И что? Как вот Бог... Еще раз объясняю. Вопрос в чем состоит? Вопрос состоит в том, каким образом Бог на... Ну, это надо брать каждого индивидуального человека и разбираться. Да дело не в этом. Вопрос, я же говорю, в теоретическом смысле стоит о свободе. Ну, понимаешь, раз уж сознание есть у каждого человека сейчас, ну и вообще как, у каждого человека, то... У каждого человека есть свой путь... Причем здесь сознание? Ну, чего судорожно хвататься за какие-то слова? Причем здесь сознание вообще? Есть свобода. Вот у человека есть свобода. Понимаешь? Поскольку человек не может своим усилием Бога постигнуть, это означает, на самом деле, что Бог должен первый шаг сделать. Не человек, а именно Бог. Вот мы размышляли, ты размышляешь так, Бог там Евангелие послал, то, третье, десятое, там, что-то такое. Должно быть некое событие, которое должен совершить Бог, поскольку откровение... Он совершил. Еще раз послушаем. Совершил Евангелие, ты же сам говоришь, одни признают, другие не признают. Ну, так это свобода уже. Причем здесь свобода? Ну, не признал свободный выбор, не признал. Ты не понимаешь, в чем смысл? Смысл состоит в том, что и другие, те, которые не признают Евангелие, точно так же верят в Бог, как и иудии, и мусульмане. Мусульмане меньше себе, иудеи. Но они просто в силу своего рождения получили другое откровение. Они тоже же откровение получили. Ее раз говорю, они получили одно откровение, другие получили другое откровение. А третий, который сидит, смотрит на эти два откровения, видит, что они разные. Считает, что все это выдумки людей. И что? Бог в том же всемогущий. Он может так сманипулировать человека, что человек этого не поймет. Это и плохо, что он может манипулировать. Какие же мы тогда свободное существо? Твоя свобода неформально не будет нарушена. Бог может создать в твоей жизни некие ситуации. Может тебя с кем-то познакомить, с кем-то разлучить. Кто-то может умереть, что-то может случиться. Я же тебе объяснял, есть явное. Я же с этого начинал. Мы же так долго к этому идем, чтобы ты это понял. Вот просто посинеть скоро можно будет. Я же тебе об этом говорил. Можно явно блеснуть, выйти в ангел в блистающих доспехах и скажет тебе, это одна ситуация. Другая ситуация была, она в том, что Бог как-то участвует в жизни, а ты даже об этом не догадываешься. Он, допустим, подсовывает тебе что-то там, как-то тайных, по какой-то хитрости ведет к каким-то своим целям, а ты даже не знаешь об этом. Понимаешь? Не догадываешься, что-то с тобой случилось одно, другое, третье там. А ты думаешь, ну, может случайно, может не случайно, непонятно. Что-то такое есть, какая-то зацепка, мысль какая-то возникла. Но ты всегда же можешь действительно подумать, ну, мало ли, случайность в жизни же бывает, бывает. Ну и все. То есть можно так думать, что Бог каким-то тайным образом, каким-то участием своим, непонятным, неявным, совершенно неявным. Человека ведет. Через случай, например. Но это другой разговор же, правильно? Это просто другой разговор. Ты хочешь, чтобы он как-то у тебя, я же говорю, что важно здесь, чтобы савода соблюлась. Она должна остаться. И она может остаться только в том случае, что если Бог никогда явно не выступит, никогда. Никогда. Никогда Бог. Не, понятное дело, что если человек возопит, попросит Бога, это уже отдельное отношение. Мы ведь говорим о чем? Мы говорим о знакомстве неком, о неком способе, каким Бог может выступить в знакомство с человеком. Когда человек уже с Богом знаком, какой-то священник, монах, он уже имеет право с Богом как угодно разговаривать, что угодно просить. Это понятно, это уже его личные взаимоотношения. Он может считать, что он все-таки раб Божий, и Бог, явись ко мне во всем своем могуществе, сделай меня комаром и прочее. А вопрос идет о другом, допустим. А допустим, человек живет, как он с Богом встретится, как два человека встречаются? Встретили два человека, попили там, условно говоря, где-нибудь капать чай там, и разошлись, как море корабли навсегда. Понимаешь? Вот о чем речь идет. Или все-таки поскольку у Бога всегда присутствует вот эта вот инициатива, присутствует почему? В силу неравенства изначального отношения, поскольку человек все-таки конечен, он всегда субъективно замкнут, и он требует вот этого некого вмешательства. А Бог вмешивается, но вмешивается каким образом? Так неявным образом. Он не может вмешаться явным, прийти как бы во все свои близкие. Потому что это будет нарушение свободы, значит нужно вмешиваться как-то неявным. Каким образом? Порядки природы, не чудо, потому что чудо это тоже было бы явное вмешательство. На самом деле. Порядки природы, вот есть как бы природная какая-то стихия. Ты живешь в мире, с тобой какие-то случаются случаи, которые случаются со всеми. Ты с какими-то людьми знакомишься, какие-то места, я же начинал с этого разговорить. И он тебя неявно куда-то ведет. Но можешь ли ты сказать, что тебя кто-то ведет? Всегда можешь сказать, что это случайность. Понимаешь? Всегда можешь сказать, что это твое личное проявление. Ты же сам пожелал. То есть у тебя было желание стать, допустим, монахом. Тебе скажут, а почему ты стал монахом? Он скажет, меня Бог привел. А почему? Он начнет эту жизнь рассказывать. И по идее у нормального, как бы не у нормального, а у правильного богослова должно быть вырасти такое понимание, что Бог никак не принудил этого человека стать монахом. Что это было его личное желание. Что каждый раз была возможность выбора. Общаться с данным человеком, не общаться. Читать эту книгу, не читать. Ехать или не ехать. Всякий раз оставался выбор. Не было вот такой запрограммированной необходимости. Почему у нас вообще есть свобода же? Что такое свобода? Это вот эта вот возможность на самом деле остаться самостоятельным. А сможешь каждый раз выбрать какое-то направление. Нам предлагаются варианты. Говорят, вот этот вариант, вот этот, вот этот. И ты выбираешь. Понимаешь? Чтобы ты каждый раз остался в этих вариантах свободным. А не так, что на самом деле явился там господин и сказал, слушай, рап, ты делай так-то, а будешь делать иначе, я тебе там, типа, каленым железом. Об этом идет и шел разговор. Но это только мы дошли до половины проблемы. А сама проблема в чем состоит? А сама проблема состоит, что не получается ли так, я уже о ней заговаривал, что из-за того, что мы вот находимся в таком свободном отношении к Богу, что на самом деле мы находимся в взаимодополнительном отношении к этому, к атеизму. Атеизм и атеизм находятся в такой взаимодополнительности. Ну, как я об этом объяснял раньше, что один и тот же факт усталковывается просто в различном ключе. Один в ключе того, что Бог есть, а другой в ключе, что Бога нет. Так вот, не получается ли так, на самом деле, что есть веские основания, допустим, не умножать сущности? Когда мы говорим, что Бога нет, это более сильное высказывание, чем сказать, что Бог есть. Потому что высказывание о том, что возможно существует Бог, есть высказывание возможностей из многих вариантов. А высказывание, что Бога нет, есть высказывание, означающее, что все варианты перебраны. Почему? Потому что отрицание будет всегда более сильное утверждение, чем утверждение. Объясняю почему. Допустим, у нас есть десять вариантов. Для того, чтобы отрицать, что ни в одном из этих десяти вариантов нет чего-либо, надо все эти десять вариантов перебрать. Все перебрать. Нельзя сказать, что и там нет, а перебрать только два варианта. Понимаешь? А для того, чтобы утверждать, что в этих десяти вариантах что-либо есть, десять вариантов совсем не обязательно перебирать. Потому что можно установить наличие, перебрав только два или перебрав только три. Ну, наткнусь. Ну да. Получается, что на самом деле отрицание, оно более сильное, высказанное, чем утверждение. Потому что утверждая возможности Бога, возможно сильно. ты тем самым как бы оставляешь в каком-то отношении вот эту дилемму, что может есть, а может нет. А когда ты точно отрицаешь, то ты как бы полностью запрещаешь такую возможность, как наличие. Понимаешь? тут возможность остается, может быть нет. Ты начинаешь перебирать? Один перебрал, два перебрал, три перебрал… Ну доказательств же нет. Дело не в этом. Дело в том, что когда говорится в смысле вариантов, ее просто бы понятнее было. Вопрос идет о том, когда мы говорим о Боге, что вариантов бесконечное количество. Когда мы говорим, что мы отрицаем существование Бога, мы имеем в виду, что мы перебрали все бесконечные количества вариантов. Но это невозможно. Да. Это невозможно, потому что оно бесконечное. Или если говорить в пространственном смысле, условно говоря, представьте, что в бесконечном пространстве мы пытаемся что-то найти. Ну, допустим, мы изучили половину этого бесконечного пространства. Тем не менее, всегда останется пространство, оно же бесконечное. Куда можно будет, где можно будет. Какую-то часть. Я неправильно говорю. Какую-то часть пространства изучили. Всегда останется пространство, куда можно будет пойти и изучать. Да, то есть, всегда останется место, где еще можно будет искать. Поэтому утверждение о том, что что-то есть, оно менее сильное, чем утверждение о том, что чего-то нет. Получается на самом деле, что на... А что значит более сильное, менее сильное в данном случае? Что под силу-то понимается? Ну, больше нужно доказывать или меньше доказывать. Для того, чтобы доказать, что Бога нет, надо доказывать больше. Потому что надо перебирать все возможности. А для того, чтобы доказать, что Бог есть, может быть, надо найти какую-то одну возможность. И в этой возможности доказать. Конечно, чтобы доказать, что есть, чтобы доказать существование, достаточно просто указать вот. Понимаешь, указать путь какой-нибудь, указать способ. А для того, чтобы доказать, что нет, нужно указать, взять все способы, перебрать и сказать, что все способы перебраны и нет. И каждый раз будет означать, что доказывать отсутствие будет сложнее, чем доказывать наличие. Потому что доказать наличие можно просто сказать, ты скажешь, что стульев не существует. Я скажу, вот. Мне не надо доказывать, что где-то там в мире много стульев есть. Я тебе покажу вот этот стул. Все. Я доказал, что он в наличии есть. А ты, чтобы доказать, что стульев нет, должен перебрать все. Понимаешь, что их нет. Что это не стул, вот это не стул, вот это не стул, вот это не стул. Каждый должен предмет перебрать и сказать, что он не стул. А доказать нельзя, что Бог есть. Если перебрать бесконечное количество вариантов, то можно доказать, что Бог есть. Отсюда следует, на самом деле. А если он есть, ты можешь наткнуться раньше. Да, можешь наткнуться раньше. Перебираешь бесконечное количество вариантов и наткнулся на него. Но мы же про откровение же говорим. Перебираешь ты много вариантов. Ты, допустим, ищешь Бога, как в богословии. Мы ищем пути к Богу. Что это означает? Это означает, что мы однажды его можем найти просто. Их бесконечное количество путей, а мы возьмем какой-нибудь один и найдем. И нам это будет доказательством того, что Бог есть. Нам не надо будет, что их еще будет есть бесконечное, нам не важно это уже, если мы один нашли. А если ты хочешь доказать, что его нет, ты должен все возможные пути, какие только мыслами, перебрать. Понимаешь? И всеми путями пойти и увидеть, что там нет, потом пойти вторым, третьим и так далее. В этом проблема состоит. А мы что будем доказывать, есть он или нет? Мы занимаемся богословием. Еще раз, мы ставим проблемы и пытаемся эти проблемы понять и обсудить и прочее. Мы пока занимаемся только именно с этой стороны. Но есть здесь еще одна маленькая закавыка, на самом деле. Потому что точно так же козерога нет, понимаешь? Можно, конечно, сколько угодно искать этого козерога. Предположим, что есть какой-то абракадабра какая-нибудь. И точно так же это абракадабра и нет. Не известно. Но мы можем ее бесконечно искать. И тот, кто будет отрицать абракадабру, точно так же будет более сильно высказывать, чем мы будем говорить, что она есть. Предположим, что абракадабра никакой нет, но мы знаем откуда. Мы скажем, Бог нам сообщил, что абракадабры нет. Но неважно. Но факт состоит в том... Вы послушайте еще раз, ребята. Вы изъедете... Извини, Паша. Знаешь же, что об вас случается слово абракадабра. Я просто помню, вроде была. Смысл здесь в чем состоит? Что пока Бог будет только словом, все это размышление будет пустым. Для того, чтобы говорить о том, что Бог есть или нет, сначала надо вывести, что такое Бог. Потому что точно так же можно обсуждать слово абракадабра. И точно так же те же вопросы задать. Один будет абракадабру отрицать, другой будет утверждать, что она есть. И точно так же, кто утверждает, будет более прав. Ну а толку-то от этого, что если идут речь, то абракадабр... Так надо же тоже абракадабру наполнить неким смыслом, сказать, что это такое. Правильно. Ничем она не является. И поэтому на самом деле говорить о том, что Бог есть, это на самом деле неправильная постановка вопроса. Сначала надо выяснить, что это такое, кто это такое. А потом только уже говорить о бытии каком-то. Обратный ход мысли. Сначала надо наполнить содержанием слова Бог, неподовольство тем содержанием, которое в изъяке растворено. Которое нам просто постоянно в глаза тыщется и все. Влад, тогда с этой точки зрения получается, что те, кто утверждает, что есть абракадабра или что есть Бог, им нужно, во-первых, сказать, чем является Бог, чем является абракадабра. И чем не является. Тогда как? Нет, еще раз говорю. Для того, чтобы, если ты просто... Послушай, тогда как тем... Чем не является, не надо. Как не надо? Ну пока вот это абракадабра и все. Зачем тебе показывать вот это? Нет, ты можешь показать. Ну как можешь показать? Я же сказал, если ты только ищешь. Одни утверждают, что абракадабра есть, а другие утверждают, что есть. Еще раз объясню. Есть ли? Суть вопроса, когда говорю про абракадабру, абракадабра, это вообще бессмысленное словосочетание. Смысл состоит из этого, означает, на самом деле, что Бог, для того, чтобы говорить о его бытии, должен сначала быть осмыслен как некого рода понятия, смысл какой-то. Он должен иметь содержание. Бессмысленно говорить о Боге, как о циркулирующем внутри языка слове. Как слово абракадабра внутри языка циркулирует. И что из этого? Ничего из этого не следует. Ну правильно. Для этого мы должны сказать, чем он является. Ничего не должны для этого сказать. Ничего не должны. Мы для этого должны просто вывести содержание того, что мы называем Богом. Содержание. Вот и все. Именно поэтому, именно этим занимается богословие. Оно пытается понять, в чем состоит содержание. Вот с этой точки зрения является, что более, опять же, сильно тогда становится у тех, кто считает, кто утверждает, чем Бог есть и чем он не является. Я не понимаю, что это. Причем здесь это является, не является? Причем здесь это вообще? Ты, подожди, ты это пытаешься, опять же, все свести, просто какой-то, вот на кухне сидят бабульки и что-то обсуждают. Вопросом, при чем здесь является, не является? Если ты можешь указать на что-то, вот что такое стул? Вот это стул. Тебе что, надо указать, что это не стул, что ли? Какой смысл тебе это, если ты можешь прямую указать? Вот это стул. Ты же не можешь на Бога указать. Неизвестно. Это же неизвестно. Может, не можешь, а может, можешь. Откуда заранее это тебе известно? Если тебе будет заранее известно, что Бога надо указать и то, что он является, чем не является, тогда позиции сравняются, отрицающего и утверждающего. Две позиции будут сравняться. Потому что и в том, и в другом случае все варианты надо будет перебрать. Тогда не будет у тебя никакого преимущества, что один будет отрицать, ему надо все варианты перебрать. Что тебе, утверждая, так же сказать, чем не является, значит опять все варианты перебрать. Ну, я и ты хотел сказать. А вопрос о бытии, когда говорят о бытии, вопрос идет о переборе всех вариантов. Если ты укажешь какой-то один путь, по которому пойдет любой и увидит там некого рода опыт, который связан с Богом. Зачем ему надо, нужно будет все остальные варианты, если это будет доказательством. Просто доказательством в смысле как бы опыта, некоторого указания. А вопрос как раз о богословии возникает. Почему? Еще раз объясняю. Потому что слово Бог это пустое слово. Просто слово в языке. В другом языке Гат, в третьем языке Деус, Сеос и так далее. Куча этих слов. Ничего они сами по себе не значат. Это пустое просто слово, как абракадабра. И говорить о том, существует оно или нет, это просто бессмыслица. Для того, чтобы к вопросу подойти, надо освободиться от этих чар языка. От того, как это слово циркулирует в культуре, в языке и прочее. Люди бесконечно думают, обсуждают слово Бог, на самом деле, не понимая, что они просто говорят пустое слово и все. И поэтому нужно богословие. Оно именно для того и нужно. Вот здесь мы сейчас переходим к тому, что называется знание. Потому знание о Боге и нужно. Чтобы понимать, на самом деле, что же мы ищем. Мы не ищем пустое слово. Понимаешь? И не пытаемся поставить вопрос о том, существует ли что-то соответствующее слово в это или нет. Мы пытаемся вложить смысл, который следует понимать в это. Исходя из некоторых представлений о том, как соотносится Бог и человек. Что такое как бы Бог, как бы примерно. У нас есть некая интуиция предварительная. Что человек – конечное существо, есть нечто высшее существо и прочее. У нас есть какие-то интуиции, с помощью которых мы выходим на понятие Бога. Но нам надо его, на самом деле, как-то этот путь или понятие. Бог же не является, опять же, понятием. У Бога есть отдельное понятие Бога отдельное. Правильно? Но мы хотим просто попытаться найти этот путь. Путь, по которому можно было бы взойти не просто к слову, а к содержанию того, о чем это слово должно указать в идеале. Субтитры создавал DimaTorzok